Привет, сейчас мы будем делать пакет Tracer 8.1.4.7. Для этого скачиваем pka-файл, открываем инструкцию по ссылке в учебнике и тоже ее скачиваем. Сохраняем и открываем в Adobe Acrobat Reader. Здесь нам нужно будет заполнять поля, писать сюда свои данные и потом заполненную отправлять вместе с готовым pka-файлом в специальную форму. Открываем наш pka-файл. Также нам нужно будет для этой работы таблица в Excel, но я буду ее использовать. Вы можете на листочке все это рассчитывать, как я, например, вот тут. Ну и я для удобства себе таблицу степеней числа 2 открыл. Вот, начнем. Вводим имя. Вводим email. Вводим дополнительную информацию. Подтверждаем. И начинаем делать. Сейчас я себе удобно все расположу. Не то делаю. Секунду. Сейчас. Вот так вот. Вот так вот. Вот таблица нам нужна будет. Расположу ее вот здесь. Здесь вот так все сделаем. Так. И последнее вот это вот. Все. Теперь приступим к созданию. Что нам нужно? Нам нужно создать сеть. У нас есть вот здесь вот условия. Все это читайте и отвечайте на вопросы. Я же уже знаю, что нам нужно. Это нужно создать сеть. Как минимум 25 узлов. И нужно. Выходит 5 сетей. Здесь в учебнике. Я читал учебник. И поэтому я видел, что здесь есть картинка. На которой указано, что у нас есть длина префикса 27. Вот такая вот маска под сети. И она нам обеспечивает 30 устройств в узле и 8 узлов. Поэтому ее мы не будем использовать. Так как она нам полностью подходит. Смотрим. Открываем таблицу. И сейчас я буду создавать сеть. Вот она у меня создана. Я буду просто рассказывать, как это делать. В общем. Мы узнали, что длина 27. Здесь у нас написана наша основная сеть. Вот она здесь указана. Делаю вспомогательную. 192, 168, 100. И в конце будут изменяться циферки. Например, это вот так вот сделаю. У нас будет 3 единицы. И потом 3 нуля. Это для маски под сети. То есть маска под сети у нас будет. Можно смотреть по таблице. У нас будет вот так вот. 3 единицы. То есть сумма этих трех чисел. 255. В последней ячейке. 255, 255. И 224 в последней. Сумма трех первых. Вот. Вот так вот это будет выглядеть. В обитовом виде. Ну и так как у нас первая под сеть, нулевая. У нас в конце 0, слэш 27. Это у нас будет сразу первая под сеть. И, секунду. Немного не хватает длины. Вот здесь вот у нас будет точка. И все 8 нулей в конце. В последней ячейке. 8 нулей. Для первой сети. Вторая сеть у нас под номером 1. Она у нас будет 192. Я скопирую, чтобы удобнее было. Вставляю. И в конце у нас будет 32. Так как у нас здесь будет точка. 1, ой, 0, 0, 1. Так как у нас на третьей ячейке. У нас мы ее выделяем для под сетей. Поэтому последней у нас будет 1 и 5 нулей. Вот. Дальше. Дальше у нас будет под сеть точка. 0, 1, 0 и 5 нулей. И вот так вот все 8 под сетей нужно рассчитать. 0, 1, 1. 1, 0, 0. Точка. 1, 0, 1. И последняя точка. 1, 1, 1. А здесь мы сразу можем понять, что у нас будет 192, 100. Я же копировал. И в конце будет 224, так как такое же расположение, где 3 единицы, первые 3 бита, у нас дают 224 в маске под сети. Это у нас под номером сеть, 7 сеть, 8. То есть мы видим, 1, 2, так секунду, я не ошибся, 3, 4, 5, 6, 7, 7 сетей, а должно быть 8. Почему у нас так вышло? Потому что я где-то забыл. Вот. У нас после этого, должна быть еще секунду. Сейчас все это исправлю. У нас после этого идет точка. 1, 0, 1, 1, 1, 2. Вот так вот. Сначала единица, потом единица сюда, потом добавляется, потом здесь без тех единиц, потом первая. Точка. 1, 1, 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, 1, 2. Дальше точка. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2. И в итоге у нас получается вот эти вот 8 сетей. Это у нас основная, которая задана в упражнении. Эти мы создаем. И как я уже говорил, последняя у нас будет в конце 224, как и последняя в маске под сети. Это сеть под номером 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Сейчас сделаем. Теперь нам нужно смотреть таблицу и смотреть вот эти вот биты. Здесь у нас бит на втором месте. У нас вот это вот последнее. Второе, значит 64 в конце будет. 64. Здесь у нас 64 плюс 32, 96. Здесь у нас, опять же, добавляется 32. Можно так считать. 96 плюс 32, 128. Дальше у нас 160. И последнее у нас 192. 192. Вот так вот. Мы рассчитали все 8 подсетей. Осталось самое простое. Назначить по инструкции. Вот у нас сказано, какую подсеть. Чему назначать. Вот у нас подсети. И осталось назначить их устройством. Это самое простое. Поэтому открываем первый маршрутизатор. Переходим во вкладку CLI. Энэйбл. Здесь нам все настраивать не надо. Нужно настроить только маршрутизацию. Поэтому configure terminal. Продолжаем. У нас были небольшие проблемы технически. Вводим команду configure terminal. Здесь мы пишем интерфейс. Интерфейс. Габит. 0.0. Вот нам говорят, что интерфейсу 0.0. Мы назначаем подсеть 0. Подсеть 0.0. У нас вот такой вот IP. Можем его скопировать. А, ну копировать его особо нет смысла. Я бы опять же скопировал только до последней ячейки. Потому что у нас не этот используется в качестве. Это у нас как бы сети. А используются адреса следующий. То есть у нас здесь 100.0. А мы используем IP адрес. Вставляю. И здесь будет 1. Так как здесь 0. Добавляем 1. 1. И наша маска подсети. 255. 255. 255. 24. Секунду. Какая-то проблема. А, это потому что я не ввел интерфейс. Гигабит 0.0. Так как в нашем условии нам сказано, что интерфейсу 0.0 мы назначаем сеть 0. Вот это вот. Интерфейс 0.0. IP адрес. Сохраняем. Все. Я нажимаю вверх. Оно переключается по последним выполненным командам. И обязательно нужно включить интерфейс. Для этого наушендаун. Сей интерфейс мы включили. И мы можем сразу видеть, что нам добавили 7 баллов. И так же делаем для всех остальных линий. Например, следующая линия. Гигабит. интерфейс 0.0.1. Так. Ой. Интерфейс. G. 0.1. Выполняем команду. Нашу, которую мы уже выполняли. Только здесь у нас будет не один. А вторая подсеть 32, значит 33. 33. Все. Понял. Это и так не выйдет делать. Стираем. IP адрес. Я вставляю 33. 255. 255. 255. 224. Все. И опять же включаем интерфейс. Включили. Теперь этот маршрутизатор мы настроили. Теперь нужно настроить следующий, но так как его настраивать мы не можем. Вот. Configure Locked. Мы настраиваем S3. Так. Секунду. Не то. CLI. Вот. Здесь. Enable. Configure Terminal. Здесь нам нужно настроить шлюз по умолчанию. Так как он не настроен. Шлюз по умолчанию у нас будет таким же, как IP вот этой линии. То есть этого гигабит 0.0 этого маршрутизатора. Поэтому IP Default Getaway я использую tab, чтобы дописать команду. У нас будет следующий, то есть третий. То есть вот этот. Сэр 64 и так как плюс 1 65. И здесь не нужна маска, потому что это дефолт ГТВ. Теперь нужно интерфейс VLAN 1 настроить. Чтобы сразу понять, что нужно настраивать, можно нажать Check Results. И здесь у нас сказано, что нужно настроить. Вот мы видим, что мы это уже правильно настроили. Просто здесь некоторые устройства золочены, и их настраивать нельзя. А здесь можно посмотреть сразу, что можно настроить, и сразу их настраивать. Дальше. С3 я... секунду. Все. Интерфейс VLAN 1. Это у нас вот эта вот линия к 25 компьютерам. Настраиваем IP address. Вставляем. И у нас опять же идет третий, который мы настроили здесь. Но при этом уже не плюс 1, а плюс 2, так как это следующее устройство. Плюс 1 было здесь. Здесь будет плюс 2. Это выходит 66. И здесь уже нужна маска под сети. Маска под сети везде одинаковая. 224. Ок. Опять же включаем интерфейс. И все. Видим, что у нас баллы добавляются. Уже 24. Осталось настроить PC4. Так, Desktop, IP Configuration. Здесь у нас в задании сказано, что устройством оконечным назначается последний адрес. Где это? Вот. Последний IP адрес назначите узлам. Поэтому. Вот у нас 25 компьютеров. Мы назначаем... Ну, они показаны как один, поэтому мы им назначаем последний адрес под сети. Так как это у нас уже четвертая, мы назначаем ей... Так, где здесь? Вот. Четвертая сеть. 96. 96 у нас здесь. Здесь у нас 97. А. Ну, 96. А следующая 128. Значит, последний будет 127. А так как последний у нас глобальная рассылка, поэтому 126. Минус 2 от следующего. Поэтому вставляем сюда. Ctrl V. 126. И маску под сети. Все. И смотрим наше задание. Так, что-то я не настроил. Смотрим. Дефолт getaway сбыл. Вот. Опять же, PC4. IP Configuration. Дефолт getaway. Это у нас первый. Выходит 60. Стоп. 97. Это седьмой. Ctrl V. 97. Все. Закрываем. И можем видеть, что у нас 30 баллов из 30 тип. Check results. Здесь все настроено. Сохраняем нашу работу и отправляем ее в специальную форму. Вместе с этой таблицей, например. Закранить ее можно как в PDF. Нужно как в PDF. Вот. Например, куда-нибудь сохраняем. И здесь в списке выбираем PDF. Секунду, где он ниже должен быть? Ааа, сложно. Вот, PDF. Сохраняем как PDF и отправляем вместе с сохраненным пакет трейсером. File, save, сохраняем и отправляем в форму. На этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok